Судебный процесс по делу о массовых беспорядках в цыганском поселке Екатеринбурга вышел на финишную прямую. В ходе начавшихся накануне прений сторон прокурор озвучил размер наказания, которого, по мнению стороны обвинения, заслуживают участники этой кровавой истории. Сроки самые разные. От двух лет условно до 13 строгого режима. Вооруженный конфликт цыган и казаков, который позже был квалифицирован как массовые беспорядки, произошел 3 сентября 2016 года в частном секторе на улице Депутатской. Предшествовал ему словесный конфликт между атаманом казачьей станицы Олегом Шишовым и цыганом Дмитрием Пестриковым. Молодой цыган умудрился влюбиться в пачерицу друга атамана Александра Дутова, Алису. И, несмотря на наличие официальной жены и детей, стал сожительствовать с ней в квартире ее родителей. Сам Александр с Пестриковым поддерживал спокойные приятельские отношения и даже приглашал его на свой день рождения и день рождения своей супруги. А вот бывшему спецназовцу, прошедшему не одну горячую точку, а на гражданке, надевшему казачьи чекмени и кубанку Олегу Шишову, этот интернационал в семье товарища очень не нравился. Увидев Пестрикова на семейном торжестве, тот, не выбирая выражений, высказал ему все, что о нем думает. Дмитрий, как полагает прокуратура, затаил обиду и начал строить планы на месть, для чего привлек своего двоюродного брата Руслана Аглы. Тот по просьбе Пестрикова собрал родственников, а также русских ребят-спортсменов, занимавшихся единоборствами в клубе «Храбр» и время от времени оказывавших силовую поддержку различным заказчикам. 3 сентября вечернее время к дому атамана Олега Шишова, стоящему в центре цыганского поселка, на нескольких машинах подъехало в общей сложности 25 человек. К тому времени Алиса Дутова, ставшая невольной причиной всего этого конфликта, успела предупредить своего брата, отца и дядю, что ее парень намерен разобраться с их другом, атаманом Шишовым. Предупрежденные родственники Алисы успели приехать к дому Олега раньше, чем карательный отряд цыган. Когда конфликтующие стороны встретились у ворот коттеджа Шишова, оружие оказалось в руках почти всех участников разборок. У казаков был самозарядный нарезной карабин «Вепрь» под автоматный патрон 7,62, револьвер, который позже был назван травматическим, и «Казачья шашка». Дутов-младший, брат Алисы, не был вооружен. В руках у приехавших были пневматические и травматические пистолеты, металлические трубы, бейсбольная бита. Смартсмены также не были вооружены и рассчитывали на силу своих мускулов. Разговора как такового не получилось. После пары оскорбительных фраз, брошенных обеими сторонами, кто-то со стороны цыган выстрелил в руку Александра Дутова, после чего сторонники Пестрикова стали избивать атамана Шишова. Цитаты из обвинительного заключения. «Подельники Пестрикова нанесли не менее 12 ударов в область головы и туловища Шишова. Впоследствии Шишов, осознавая, что дома находится жена и малолетние дети, участники беспорядков численно превосходят их, вооружены. Осознавая реальную опасность для их жизни и здоровья, произвел несколько выстрелов в направлении организатора и участников массовых беспорядков». На самом деле, как было установлено предварительным следствием, огонь из карабина по цыганам и их сторонникам вел не Шишов, а его товарищ и сослуживец по отряду спецназа МВД «Русь» Алексей Дутов, дядя Алисы. Шишов отмахивался шашкой. Таким образом, казакам удалось обратить в бегство приехавших к ним для расправы мстителей. При этом два человека из числа нападавших получили тяжелые ранения, а еще двое от полученных огнестрельных ран скончались. По злому стечению обстоятельств погибли как раз невооруженные спортсмены. 27-летний единоборец, выпускник школы милиции, бывший сотрудник ЧОПа-Сова Кирилл Штриплинг и 18-летний курсант того же учебного заведения и воспитанник того же бойцовского клуба «Храбр» Илья Ташимов. Ранее в этом деле уже были приняты несколько судебных решений. Олег Шишов на один год был ограничен в свободе за незаконное приобретение и хранение боеприпасов, патронов от автомата Калашникова, которые и использовались в этом конфликте. Позже Олег вместе со своей семьей уехал из Екатеринбурга. Брат Дмитрия Пестрикова Руслан Аглы заключил сделку со следствием, признал вину и был осужден раньше своих подельников к пяти годам и четырем месяцам колонии строгого режима. Алексей Дутов, выпустивший из карабина не менее 25 пуль, часть из которых попала в соперников, убив двух из них, обвинялся по 105-й статье УК, но был оправдан. Его действия были признаны необходимой самообороной. Остальные участники событий в цыганском поселке ждут своего приговора в результате этого суда. Дмитрию Пестрикову, как организатору массовых беспорядков, обвинение потребовало 13 лет колонии строгого режима, с учетом уже имеющейся у него судимости за мошенничество. Другим фигурантам прокурор попросила от двух до шести с половиной лет колонии, впрочем, некоторым условно. Приняя сторон продолжаются, но сами подсудимые заявили, что участие в них принимать не намерены, доверив высказать позицию защиту своим адвокатам. Таким образом, суду предстоит выслушать 19 адвокатов, а затем последнее слово 19 подсудимых, если такое у них будет, и приступить к вынесению приговора.